книга открытым оком том 21 вопрос 3426 тема объединения апостол павел говорит что мы можем познавать происки дьявола приготовиться отразить его на чем поймал враг ревнителей объединения русско православной церкви за границей с московской патриархии отвечает игнатий тихонович лапкин павел говорит о духовном состоянии жестокосердных ревнителей так называемой акривии как все сделать более жестко и чтобы и 5 не были как можно длительнее второе коринфянам 211 чтобы не сделал нам ущерба сатана ибо нам не безызвестны его умыслы есть изречение в библии с бесконечно широким толкованием 2 петра 2 19 обещают им свободу будучи сами рабы тления ибо кто кем побежден тот тому и раб узость взгляда на истину есть матерь сектанства и любой ереси монахи уперлись в отшельничество и в молчание на этом монашество и издохло растворилась в песках зыбучих благовестие им было чуждо и противоположно их устройству и тоталитарнейшему режиму безусловного лжепослушания грешному авторитету грешных человеков на этой немате дьявол и умертвил не приносящих плод в проповеди о любезнейшем и возлюбленном сыне иегове субботники адвентисты уперлись соблюдения субботы и проглядели воскресение христова оно для них не радость даже в пасху христову признавать христа и не праздновать его победу над смертью над дьяволом есфирь удачно разыграла партию аман мардахей и ввела указом артаксеркса трагическую дату в радость празднования пурима для евреев по сей день день победы день же победы иисуса сына царя небесного для ревнителей субботы а суббота будет признаком воцарения антихриста соделалась ямой для миллионов еретиков адвентистов и иеговистов и прочих субботствующих ревнители литургии заголосили о невозможности жить без единой чаши им бы только причащаться из единой чаши им бы только спасаться возле единой чаши но за этой чашей проглядели смерть ну добились единения лютыми неправдами провели процесс объединения далай до логического завершения общей литургии и что же дальше что теперь просматривается за чашей вышли из храма а чаша осталась в алтаре и что изменилось все тот же языческий мрак без духовности пастырь и прихожан всеобщая теплохладность невозрожденность беспечность искажение таинства глубочайшее непонимание христианства молчание замкнутость чашу же с собой не потащишь да она непонятно чуждому миру им нужна благая весть о жертве христа а этого то как раз и не было и нет и не предвидится дьявол даст то что ищешь но он в том добивается подчинение себе хочешь быть замужем он и подсунет тебе в паломническую группу такого же блудника как и ты и слепит на погибель хочешь быть богатым он тебя сведет с крутыми флибустьерами лозунгами свободы прельстили россию и вогнали в невиданное рабство духа и тела и дошло до того что кровавые гулаг стали называть цитаделью свободы что нигде так вольно не дышит человек хотя ему перекрыли дыхание намертво на семьдесят два года ребятам 1 28 и как они не заботились иметь бога в разуме то бредал их бог превратному уму делать непотребство притча 14 14 человек с развращенным сердцем насытиться от путей своих и добрый от своих и языки для 23 20 и пристрастилась к любовником своим у которых плоть 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 ослиная и похоть как у жеребцов сумерки в церковь хожу малолюдно светят лампады печально и скудно темный просторного храма углы длинные окна то полные мглы то озаренные беглым мерцанием тихо колеблются с робким брицанием в куполе темень такая висит что поглядеть туда дрожь пробежит с каменных плит и со стен полутемных сыростью веет на петлях огромных словно заплакана тяжкая дверь нет богомольцев ни служба теперь свадьба венчаются люди простые вот у налое стоят молодые парень ремесленник фертом глядит красен с лица и с затылка подбит видно разгульного сорта детина рядом невеста такая кручина в бледном лице что глядеть тяжело бедная женщина что вас свело вижу я стан твой немного полнее чем бы я понял стыдливо краснея и нагибаясь свой длинный платок ты на него потянула увлек видно гуляка подарком да лаской песней гитарой да честною маской ты ему сердце свое отдала сколько ночей ты полутом не спала сколько ты плакала он не оставил воли ли нет ли но дело поправил бог не без милости ты спасена что же ты так безнадежно грустна ждет тебя много попреков жестоких дней трудовых вечеров одиноких будешь ребенка больного качать буйного мужа домой поджидать плакать плакать работать додумать уныло что тебе жизнь молодая сулила чем подарила что даст впереди бедная лучше вперед не гляди 1855 год некрасов